Здравствуйте! В эфире канал АПС. Мы подводим итоги уходящей недели и сегодня в выпуске. 200 миллионов рублей. Таков товарооборот Маргаритинки в этом году. Результат прошлого превзойден. Дератизация Поморской столицы. Когда и где специалисты выйдут на борьбу с грызунами? Ремонт дорог в Архангельске завершается. Можно подводить итоги. Об этом через пару минут. В День пожилого человека были награждены победители городских конкурсов «Социальная звезда» и «Доброта, доверие, достоинство» имена лауреатов в нашем сюжете. Также в программе особенности формирования бюджета Поморской столицы и итоги трех всероссийских форумов, в которых принимал участие Архангельск, комментарии из первых уст. Итоги главного торгового события года в Архангельске Маргаритинской ярмарке подведены. Уже в 14-й раз она вызывает неизменный интерес как у северян, так и гостей из других регионов России. Одним из организаторов Маргаритинской ярмарки традиционно выступила мэрия областного центра. За четыре дня посетителей на Маргаритинке было в полтора раза больше, чем в прошлом году. Свои товары представили производители из 39 регионов страны, а также стран ближнего зарубежья. В Архангельскую область представляли 270 участников. Общее количество участников ярмарки 600. По сравнению с 2014 годом больше на 11%. Товарооборот ярмарки составил 200 миллионов рублей. По сравнению с 2014 годом 195, то есть на 5 миллионов выше. На ярмарке было продано 450 тонн картофеля, 115 тонн овощей, 15 тонн мяса и 50 тонн мёда и рыбы. Успешно шла торговля саженцами, семенами и рассадой. На выставке «Город мастеров» более 60 народных умельцев Архангельской области представили работы художественных промыслов края. 14-я по счёту Маргаритинка заполнится горожанам и гостям города обширной культурной развлекательной программой. Пурной торговлей, всевозможной снедью по вполне приемлемым ценам. А также качественной организацией самого праздника. Хочу поблагодарить все службы, которые участвовали в организации самой Маргаритинской ярмарки. Ну и естественно потом уже, когда все гости разъехались, все товаропроизводители разъехались, наведение порядка. Это и опять же МУП «Центральный рынок», это МУП «Комхоз». С каждым годом Маргаритинская ярмарка становится всё богаче на гостей, а прилавки – на ассортимент товаров. Для тех, кто не успел продать свою продукцию на Маргаритинке, будет организована специальная площадка. Со следующей недели она раскинется на территории «Центрального рынка» вдоль улицы Волучейского. В центре внимания депутатов на ближайших сессиях будет и главный финансовый документ Архангельска – бюджет. О том, как началась работа по его формированию на следующий год, нашей программе рассказал заместитель главы муниципального образования города Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Александр Циварев. Каковы предварительно основные параметры по доходам и расходам в цифрах? Сегодня это около 6 миллиардов доходов и около 6,4 миллиарда расходов, из которых 4,2 – это собственные доходы города Архангельска, налоговые и неналоговые. Здесь основная сумма около не менее 3 миллиардов – это налоги. Это налоги – то, что собирает ФНС по городу Архангельску, налоговая инспекция. Остальная сумма – около миллиарда рублей – это то, что город Архангельск может заработать сам. Здесь арендная плата за помещения, принадлежащие городу Архангельску, продажа земельных участков, принадлежащих городу. Дальше земельные участки, которые не подпали под собственность города Архангельска, находятся в распоряжении Архангельской области, но тоже при продаже или при аренде тоже доходы поступают в город Архангельск. Дальше продажа помещений – это то, что город Архангельск сам может заработать и зарабатывает. Кстати говоря, эти доходы у нас всегда стабильны, и мы всегда эти планы выполняем. К сожалению, что не скажешь о выполнении планов по доходам, по налогам. Сегодня у нас проблема с НДФЛ. НДФЛ – это налог на доходы физических лиц, это то, что предприятие платит с вашей заработной платы. Если заработная плата оплачивается в полном объеме, то здесь и в полном объеме город получает. На сегодняшний день город недополучит по нашим подсчетам в этом году 254 миллиона рублей по НДФЛ. Хотя, в общем, мы надеемся, что до конца года мы выровняем доходную часть бюджета. У нас работает комиссия при мэрии города по поступлению платежей, она межведомственная. Туда входят структурные подразделения ФНС, УВД города Архангельска, все… Так сказать, пенсионный фонд, социальный блок. И на этой комиссии мы всегда ведем диалог с предпринимателями, те, кто задерживает оплату налоговых сборов. И те, кто, на наш взгляд, недостаточно адекватно ведет оплату заработной платы. Александр Петрович, не первый год уже в Архангельске действует программа городская по поддержке малого и среднего бизнеса. В следующем году будет ли этот документ работать, действовать? Да, на следующий год программа не сокращается. Мы ее оставляем примерно в тех же пределах. Я напомню, что здесь у нас из нескольких моментов она состоит. В начале года по предложению мэра, и зная, какой будет нелегкий финансовый год для малого и среднего бизнеса в том числе, мы вышли с предложением, и городская дума поддержала. Мы оставили на прежнем уровне арендные платежи. То есть мы не стали повышать, как это было планировалось с начала года, арендные ставки. Они остались на прежнем уровне. Также можно сказать и о коэффициенте К2, который применяется при расчете налоговых доходов малого и среднего бизнеса. Он у нас на протяжении трех лет остается на одном уровне. И я бы сказал, что он один из самых низких в Архангельской области. Здесь предприниматели достаточно ощущают нашу помощь. За последние три года только предприниматели ощутили эту сумму, я бы сказал, около 6 миллионов рублей ежегодно. Как по К2 и около 4 миллионов рублей по арендной плате. То есть вот это реальная поддержка города. Плюс программа по поддержке предпринимательства, она у нас в районе 4 миллионов рублей. Только городские деньги, плюс около 10 миллионов рублей. Это деньги субъекта Российской Федерации и Российской Федерации. То есть вот общая сумма поддержки по году до 25 миллионов доходит. Планируются ли дополнительные средства на такую важную составляющую в работе, в том числе и городской власти, областной, исполнение судебных решений по предоставлению по аварийному жилью? И будут ли какие-то средства изысканы? Конечно. Конечно, эта статья расходов городского бюджета достаточно значительна. На сегодняшний день мы запланировали 187 миллионов рублей на исполнение судебных решений, как по предоставлению жилья, так и по капитальному ремонту жилья. Это две статьи, которые городское хозяйство, конечно, запрашивает гораздо большие цифры, но, исходя из возможностей реальной бюджеты, на сегодняшний день это 187 миллионов. Несмотря на дефицитные условия, наверное, какие-то статьи расходов останутся гарантированно защищенными. Да, это, безусловно, заработная плата бюджетников, учителей, школ, садиков, школ искусств. Здесь это защищенные статьи, и, безусловно, мы их не только сохраним, но и на следующий год заложен рост заработной платы бюджетников на 6,5%. С 12 октября по 30 ноября в Архангельске пройдет диротизация. По инициативе мэрии она проводится в третий раз. План работы специалисты обсудили на заседании в мэрии областного центра. На сегодняшний день в Архангельское региональное отделение Роспотребнадзора поступило 103 жалобы на наличие грызунов в жилых домах. Четыре года назад таких обращений было меньше только 22. Причины крысиного нашествия – широкое развитие предприятий торговли и общественного питания, в большинстве из которых не соблюдаются элементарные санитарно-эпидемиологические нормы. Диротизация – это одна из основных методов борьбы с груженами. И это лишь часть работы, которую должны проводить управляющие компании, торговые центры, магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания селения. Руководителям предприятий важно помнить о необходимости заключения договоров на проведение диротизационных работ и оплачивать вовремя эти услуги. Многие управляющие компании уже ведут подготовку к масштабной крысиной чистке. В нашей компании регулярно производится работа по грузу мусора ТБО, чистка в контейнерах помойниц, ям выгребных, так как у нас в основном жилой фонд деревянный, то есть это Маймакса, Соломбальский округ, 14 лицезавод, Бревенник. Диротизация начнется с 12 октября и продлится до конца ноября. Травля грызунов будет проводиться во всех городских округах. Муниципалитет призывает горожан внимательно следить за своими домашними питомцами во избежание отравления их ядом. В ходе диротизации особое внимание будет уделено площадкам для сбора мусора и прилегающим территориям. Накануне специалисты Департамента городского хозяйства проверили состояние контейнерных площадок в разных округах города. В рейд вместе с ними отправилась и Елена Матвеева. Сегодня в Архангельске оборудовано 500 контейнерных площадок и 1000 помойных ям. За их содержание отвечают 98 управляющих компаний и 350 ТСЖ поморской столицы. К сожалению, часто оказывается, что отвечают только на бумаги. Забитые контейнеры и баки, залежи мусора, остовы старой мебели. Такие картины горожане видят куда как часто. Например, во дворе Надежинского 5. Это мусорное царство находится в ведении двух управляющих компаний. Уютный дом 1 и Уютный дом 3. По графику по очереди они следят за чистотой контейнеров. В них, кстати, носят мусор жители трех домов. Резонный вопрос, почему грязно, адресуем директору УК Уютный дом 1 Василию Либеру. Вывозят по звонку, как только накатываются контейнеры. Их, чтобы прийти, вывозят сразу. Ну, то есть, здесь вот отсек для ТБО переполнен каким-то мусором, одеждой старой. То есть, люди не звонили, их это устраивает, да? Вы не вывозите поэтому? Ну, там делается как, крупно, это вывозят по графику. По данной площадке, вот она действительно в ужасном состоянии. Вы ее когда приведете в порядок? В этом завтра приведем ее в порядок. К слову, подобные мусорные пейзажи влекут солидные штрафы. По статье КАПа 6.4 физическому лицу, то есть генеральному директору, 10 тысяч рублей. За каждое выявлено нарушение. Соответственно, по административным правонарушениям по статье 7.21, 7.22, от 3 до 5 тысяч рублей должностному лицу. И штрафные санкции к управляющим компаниям муниципалитет применяет на деле. Вот, например, здесь, в округе Варавино-Фактория, во дворе на Никитова 8, на контейнерной площадке, 3 бака на 3 дома. Управляющие компании, обслуживающие их, в административном порядке были оштрафованы за несвоевременный вывоз мусора и ТБО. Впрочем, и сегодня наша съемочная группа увидела переполненные контейнеры. Здесь мусора постоянно очень много. Здесь кульками просто завалено, утром выходишь на работу. И дело не в том, что управляющая компания не вывозит мусор. Вывозит каждый день. Просто отходов от трех домов много больше, чем может поместиться в три контейнера. Контейнеров здесь недостаточно. Необходимо, как минимум, два контейнера. Управляющие компании должны выйти к собственникам по увеличению тарифа на вывоз. То есть, дополнительно поставить контейнера, увеличить тариф на вывоз и утилизацию. Соответственно, будет площадка, которая принадлежит данным домам, будет в чистоте и порядке содержаться. Кроме тарифов на оплату услуг по вывозу мусора, необходимо пересмотреть и нормы его накопления. Сегодня она составляет 1,6 кубометра на человека в год. И не соответствует реальности. Мусора стало намного больше. Впрочем, даже если вывозить его в срок, ветром ли или собаками, он разносится по дворам. Идеальное решение проблемы – вот такие закрытые контейнерные площадки. Одна на дом. Огромное преимущество в эксплуатации этой площадки. Во-первых, собаки не растаскивают, никто ветром не раздувает. У нас нет мусоропроводов в доме. Это очень прекрасно. Вы знаете, нет никаких чистота у нас на площадке. Вообще, очень хорошо. Содержание контейнерных площадок в чистоте – забота не только управляющей компанией. В первую очередь в этом должны быть заинтересованы собственники жилья. Кстати, и главы окружных администраций также могут изменить ситуацию к лучшему. У них есть право направить в Роспотребнадзор обращение о ненадлежащем содержании УК и ТСЖ контейнерных площадок. Подобные письма о привлечении к административной ответственности нерадивых управленцев готовят в каждом округе. А сейчас к теме дорожного ремонта. В этом году отремонтировано свыше 11 километров автомагистралей, что равнозначно протяженности двух Троицких проспектов. Сегодня завершается второй этап модернизации автомагистралей. Работы по укладке нового асфальта развернулись в Октябрьском, Ломоносовском округах, а также в Высокогорском и Северном. При этом ремонт на многих участках прошел с опережением графика. 700 квадратных метров таков фронт дорожных работ на улице Сувтина. Предприятие Архкомхоз начало отсыпку этого участка щебнем. Новый асфальт специалисты планируют нанести уже на этой неделе. Данный участок дороги выполняется за счет средств муниципального бюджета согласно муниципального контракта. Сумма чуть менее миллиона, порядка миллиона за все работы. Продолжают муниципалитеты обновление единственного в Архангельске железнодорожного моста. За счет дополнительных средств, выделенных из областной казны губернатором региона Игорем Орловым, отремонтировано более 8 тысяч квадратных метров мостовой конструкции. Накануне работы завершились на улице Сурповской. Ремонт выполнялся на съезде железнодорожного моста на том участке дороги, который ведет высокогорский район Архангельска. Асфальтированием участка занималось предприятие Аксум. Подрядчикам уложен новый слой асфальта на площади в 2000 квадратных метров. Аналогичный объем работ, проведенный на улице Самойла, участок от улицы Гагарина до Теснаново специалисты предприятия Рэмикс уже завершили ремонтировать. Сейчас обустраивается заезд в областную больницу. Работа, конечно, щепетильная, но сделана вроде на отлично. Луж нигде не стоит, трещи нету. С колодцами все в порядке. В порядок приведена и дорога на улице Тимми. В этом году асфальтовое полотно здесь обновилось на всем протяжении от улиц Вурицкого до Гагарина. Всего за ремонтную кампанию 2015 года мы заключили более 30 муниципальных контрактов на общую сумму свыше 200 миллионов рублей, что позволило нам выполнить работы на 35 объектах. Общий объем работ составил более 215 тысяч квадратных метров или 20 километров. На данный момент я считаю, что фактически все работы завершены. Средний процент готовности у нас около 90%. Осталось завершить два крупных объекта. Это проспект Советских космонавтов и завершающие мероприятия по улице Самойла, Бадигина, Теснанова. Закончены работы на обводном канале. Предприятие ТГК-2 заасфальтировало участок дороги, где выполнялись работы по перекладке теплотрассы. Завершено и восстановление благоустройства. Тем самым компания выполнила обязательные условия договора с мэрией города. Предварительные итоги дорожной кампании 2015 подвели на совещании в мэрии Архангельска. Участие в нем приняли представители городской власти, эксперты и активисты общественных организаций. Более 30 объектов во всех округах поморской столицы. Такова география дорожного ремонта в этом году. В центре особого внимания мэрии Архангельска – качество выполненных работ. Оплата подрядчику производилась только после стопроцентного выполнения ремонта и его всесторонней оценки представителями технического контроля. Под нашим контролем проведены работы порядка 8 объектов. Это улица Тяговая, улица Звенковича, улица Тимми, на Сульфате. Но есть норматив, правила приемки дорожного покрытия. Делаются контрольные замеры, берутся отборы проб асфальтобетонного покрытия. На обновление автомагистралей в этом году из муниципального дорожного фонда Архангельск получил около 150 миллионов рублей. Еще 100 миллионов были выделены губернатором области Игорем Орловым из регионального бюджета. Специалисты не скрывают, чтобы все дороги Архангельска были в надлежащем состоянии. Суммы необходимы на три порядка больше. Дорожные ремонты и далее останутся приоритетными в работе властей города и области. Сохранится и тенденция последних лет, когда дороги ремонтируются не мелкими участками, а километрами. Техническая документация уже будет готовиться непосредственно по тем улицам, по тем дорогам, по которым мы планируем в следующем году выполнить работу. Замечания и предложения будут поступать, мы с ними будем работать, принимать оперативные меры. По итогам совещания было решено консолидировать все предложения общественных организаций и органов технического контроля, чтобы в 2016 году дорожная модернизация охватила все болевые точки на автодорогах областного центра. 18 сентября в Воронеже состоялся пятый съезд Союза городов воинской славы. 22 сентября в Ставрополе начала работу шестая всероссийская выставка-форум «Вместе ради детей». А 24 сентября в Дмитрове прошел первый международный экономический форум муниципальных образований. Во всех этих больших событиях участвовала и делегация столицы Поморья, которую возглавляла заместитель главы муниципального образования города Архангельск по социальным вопросам Ирина Орлова. Первый мой вопрос будет относительно событий, которые развернулись накануне в городе Воронеж. Там прошел пятый съезд Союза городов воинской славы России. Какие решения были приняты на съезде? Наверное, с этого начнем. И как Архангельск выглядел на этом большом форуме? Архангельск, в принципе, во многих позициях лидирующий. Так, например, в организации кадетского воспитания юных архангелогородцев мы на лидирующих позициях. Напомню, что у нас 84 кадетских класса в школах города Архангельска, плюс Архангельская Соловецкая школа ЮНК, и, конечно же, наше областное учреждение Архангельский морской кадетский корпус имени Николая Герасимовича Кузнецова. И поэтому здесь Архангельску было что сказать, и мы представляли опыт развития кадетского движения. Если говорить об объединении сил городов воинской славы в патриотическом воспитании молодежи, то мы здесь также выступали лидерами, рассказывая о фестивале «Помним, гордимся, верим». И вот представив материалы этого фестиваля, видеоролик с информацией о пяти проведенных фестивалях, мы еще раз подняли такую волну, и почти что все участники съезда заверили нас, что делегации молодежи городов воинской славы будут принимать участие уже в шестом фестивале в феврале 2016 года. Своим опытом наш город Архангельск поделился и в Ставрополе. Делегация приняла участие, как я уже отметил, в всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей». Наш город уже более пяти лет, если я не ошибаюсь, сотрудничает с фондом поддержки детей. Как бы вы сегодня оценили итоги этой работы? В выставке-форуме представляли свой опыт работы 16 городов, 16 муниципальных образований. И Архангельск представлял свои наработки по работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, конкретно в одном направлении. Это дети, вступившие в конфликт с законом. Нам там есть что сказать в этом направлении. И также на площадке муниципалитетов мы представляли развитие системы помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на муниципальном уровне, по итогам участия в конкурсах фонда. Архангельск на протяжении пяти лет участвует в конкурсах, которые проводит фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это конкурс городов России. Дети разные важны. Конкурс «Ребенок должен жить в семье», «Город без сирот», «Город равных возможностей для детей». И вот мы, представляя свой опыт, а он у нас по итогам получился вот в такой диаграмме, то есть было четко видно, что у нас идет не только количественный рост, но и качественный. Это один из сюжетов нашего слайда. Но и независимые эксперты на этой выставке, заслушав наш опыт работы, высоко оценили Архангельск. И Архангельск стал лидером в номинации «Города для детей». Лучшее представление мероприятий конкурса «Городов России. Дети разные важны». Ирина Васильевна, это обязательно имеет какой-то результат для города, для горожан. Вот ваше видение, насколько позиционирование на подобных форумах важно для Поморской столицы? Общаясь с коллегами, видя, как развиваются другие муниципальные образования, где-то мы сравниваем позиции и видим, в чем мы сильнее и можем дальше набирать обороты. Где-то мы чему-то учимся и перенимаем этот опыт. Конечно же, это прежде всего еще и, опять же, когда мы говорим о себе и представляем свой опыт работы, мы приглашаем коллег уже на наши семинары, на наши мероприятия. Это, опять же, брендирование города, это популяризация именно нашей территории. Мы всегда, участвуя в таких выставках, ярмарках, форумах, конференциях, мы доказываем еще не только Архангелогородцам, что наш город комфортен для жилья, для проживания, что мы не окраина, мы начало России. И я думаю, что это очень важно и нужно. Но и все то, что делегации Архангельска впитывают на этом форуме, очень многое воплощается потом в жизнь. Появляются новые проекты, появляются новые идеи, появляются новые партнеры, потому что на выставках мы не просто смотрим опыт, но у нас еще складываются и какие-то деловые взаимоотношения, появляются новые партнеры, а, следовательно, появляются новые проекты, которые, опять же, начинают работать на благо города. Вот уже почти четверть века, 1 октября во всем мире, отмечается День пожилого человека. В Архангельске в честь этого события на сцене городского культурного центра состоялся гала-концерт, на котором были подведены итоги городских конкурсов «Социальная звезда» и «Доброта, доверие, достоинство», рассказывает Александра Липунова. Для этого диплома Надежда Гавзова выбрала самое почетное место в своем кабинете. 40 лет своей жизни она посвятила Архангельской городской больнице номер 6, где с 2006 года возглавляет Совет ветеранов. По ее инициативе увидели свет уже 13 выпусков газеты «ВИВАД-6», посвященных деятельности ветеранского актива лечебного учреждения. Надежда Леонидовна признается, что не стареет душой, ей помогают ее соратники. Секрет нашей бодрости, моей бодрости и вообще тех, которые работают у меня, мои ветераны, это в том, что мы энтузиасты, мы еще работаем, приносим пользу обществу. Надежду Леонидовну и еще 15 ветеранов-активистов честовали 1 октября на сцене городского культурного центра, где подводили итоги городских конкурсов «Доброта», «Доверие», «Достоинство» и «Социальная звезда». Среди тех, кто в этот день получил заслуженную награду, была и Валентина Котельникова. Имя жительницы военного Сталинграда хорошо известно школьникам города. Валентина Васильевна – частый гость на уроках мужества и акциях «Знамя Победы». Свою социальную звезду она получила за вклад в патриотическое воспитание архангела городцев. Я очень тронута, конечно, я не ожидала такого. И важно то, что… Спасибо, что меня так оценили. И спасибо. Вы знаете, когда ходишь по школам и разговариваешь с детьми, то дети, даже в школу второй раз приходишь, они тебя уже знают. Городские конкурсы ветеранов-активистов проводятся в рамках долгосрочной целевой программы «Старшее поколение». Поддержка людей преклонного возраста для мэрии Архангельска – предмет каждодневной работы. За счет средств городского бюджета все ветераны старше 70 лет имеют право проезда бесплатного в общественном транспорте. Это социальная карта архангелогородца, которую получают все архангелогородцы в возрасте от 65 лет и старше и имеют возможность приобретать товары, услуги, посещать музеи, театры, приобретать литературу в книжных магазинах с теми скидками, которые предоставляют партнеры мэрии города Архангельска, реализуя социальную карту архангелогородца. И вот таким образом, вместе участвуя в совместных проектах городского совета ветеранов, я думаю, что мы стараемся сделать жизнь архангелогородцев старшего поколения комфортнее и достойнее в нашем городе Архангельске. Вот такая неделя, вот такие новости. Увидимся ровно через 7 дней. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова